Странные детали стрельбы на Лубянке Вечером 19 декабря в приемной ФСБ на Кузнецком мосту в самом центре Москвы произошла стрельба. Были замечены странные детали ЧП на Лубянке. Согласно последним данным, нападение на здание ФСБ на Лубянке принимали участие трое человек. Они ворвались в приемную спецслужбу и открыли стрельбу. Двое были ликвидированы на месте, однако третьему нападавшему удалось выбежать на улицу и продолжить атаку уже там. Тут же начинаются первые странности. С разницей менее чем в 10 минут СМИ дают противоположную по смыслу информацию со ссылкой на ФСБ. Согласно первому сообщению спецслужба якобы заявляет о трех стрелках. Согласно второму опровергает то, что нападавших было трое. Также сообщается, что в ФСБ опровергли сам факт проникновения в здание. Внимание на экран. О, попали. Попали. Попали у одного. Как светло. Вызывает вопросы и внешний вид того стрелка, о наличии которого споров не ведется. Корреспондент медиазоны услышал, как прибывшим на место ЧП с ПЦ назовцам во время инструктажа объяснили, что он одет как бы. Таким образом, согласно первоначальной версии, нападавший был в форме силовых ведомств. Однако свидетель, видевший сам момент нападения преступника, никаких знаков различия не заметил. Через дорогу был просто мужик в черном с автоматом. Начал стрелять, убил, смыкок, пошел дальше. Стрельба, все, мы побежали. Описал он произошедшее. Внимание на экран. Вы вышли с работы, просто, вот, буквально 50 метров, пошли в эту сторону, в эту сторону, в Тельскому мосту. Он так, начал стрелять, был ДПСник, пошел дальше, стрелять, и бежать. Внимание на экран. Отметим, согласно последним данным, в результате стрельбы на Лубянке пострадали 5 человек. По данным Минздрава, погиб один человек. Информацию о погибшем сотруднике подтвердили в ФСБ. Еще двое получили тяжелые ранения. Одной из самых странных деталей стрельбы на Лубянке можно назвать момент, который был выбран для нападения. 19 декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На следующий день, 20 декабря, в стране отмечается День органов государственной и национальной безопасности. И что еще более символично, момент у начала стрельбы в центре Москвы начался предпраздничный концерт, на котором также присутствовал российский лидер. Кроме того, стало известно, что произошедшее на Лубянке. Не первая стрельба в Москве за этот день. Днем возле станции метро Братиславская в Марине был расстрелян 29-летний Абудла Ха. Передаю к телеграм-канал МЭШ. Пострадавший выжил и был госпитализирован. Силовики проверяют связь двиг перестрелок. Внимание на экран. Внимание на экран. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Нос сломать или челюсть. Фриски бурно отреагировала на слова Прибожина. Зачем нам плейкосы? Лид по уголу Чехова вызвал разочарование. Кудрявцева ахнула от неожиданного признания Дубовицей. Настоящая депрессия. Сын Нагиева сообщил о страшном диагнозе. И многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok